Масаи Мы находимся в деревне Масаев около кратера Нгора-Нгора. Это одна из немногих деревень, где еще Масаи живут своей жизнью, которые жили до пришествия белого человека. Дома они строят из деревянных прутьев, обмазывая коровьим навозом. Никогда не едят рыбу или мясо и питаются только молоком и кровью животных. С точки зрения европейца, участь масайской женщины незавидна. Они строят дома, ухаживают за скотом, носят воду или дрова. Им бреют голову и выдирают два передних зуба, чтобы было удобнее кормить больных. В то время как воины-мужчины мирные дни проводят, прогуливаясь по саванне. Масаи считают, что все животные подарены им богом. Поэтому они не стесняются угонять скоту соседних племен и могут селиться в национальных парках. Вот что ответил вождь на наивный вопрос, не боится ли он встретиться со львом. Лев также боится меня. Он знает, что я тоже могу убить. Поэтому мы обходим друг друга. Условия жизни можно мягко назвать первобытными. Поэтому выживают только самые сильные дети. И в три года они уже начинают пасти скот. В семь лет концом коровьего рога девочкам и мальчикам протыкают уши и расширяют отверстия кусочками дерева. У некоторых мочки могут достигать плеча. Масаи ничего не производят. А наконечники для копий, бисер для украшения и ткани выменивают у соседних племен. В руках Масаи каждый предмет имеет свое предназначение. Обычно Масаи мужчины носят различные палки. Это для сражения и кроме того для защиты от мелких животных. Эту мы используем, чтобы пасти коров. Но этот джезл обозначает власть. Так я узнал, что беседую с вождем, который на прекрасном английском объяснил мне, как пользоваться копьем, и сообщил, что закончил престижный европейский университет. Даже самое таинственное племя Масаев уже вкусило плоды цивилизации. Почти у каждого на руке находятся современные часы. Можно вводить себя в транс голосовым пением и мирно расходиться со львом. Но быть свободным от внимания и денег туристов нельзя. Даже Масаю.